Кабинет нотариуса конторы Московского района города Брещанин Виктор Фетезов посещает не в первый раз. На прием приходит для того, чтобы быстро и качественно оформить различные документы. Сегодня мужчина пришел для оформления наследства. Я сюда прихожу часто. И вопросы имущества. В данном случае у меня супруга умерла, и вопросы наследственные. Я здесь получаю моментальную и качественную консультацию юридическую, нотариальную. Тут умеют слушать. Первое, что необходимо знать всем наследникам. Наследство может быть принято как в течение шести месяцев после смерти человека, так и по истечении установленного законодательством срока. Предусмотрены два случая, когда срок принятия наследства увеличивается. Первое, это когда наследование для других наследников возникает ввиду отказа от наследства наследникам, например, предыдущих очередей. Например, из жизни, самое такое распространенное, умирает гражданин. Наследниками первой очереди у него являются только родители, отец и мать. Но они не хотят принимать наследство. Они имеют право отказаться в пользу наследника второй очереди. Второй же вариант, это когда непринятие. Я не заявляю о своем отказе, я просто не прихожу, не совершаю никаких действий. Тогда срок продлевается для наследников последующих очередей до трех месяцев с даты истечения шести месяцев. Долги, которые остались после смерти человека, никуда не исчезают. Если при жизни гражданин не смог или не успел расплатиться по своим обязательствам, то сделать это придется людям, которые получили наследство. В белорусском законодательстве есть один единственный вариант, при котором можно избежать такой расплаты. У человека есть возможность отказаться от наследства. В таком случае никто никому ничего не должен. Можно отказаться от всего наследства. Вот что-то одно принять, а что-то не принять невозможно. Либо принимаешь, либо отказываешься. Отказаться от части невозможно. Наследование осуществляется по двум основаниям. По завещанию и по закону. Точно определить наследников сможет только нотариус по месту открытия наследства. Наследование по закону имеет место тогда, когда завещание отсутствует, либо определяет судьбу не всего наследства. Может открыться как наследование по завещанию, так и по закону. Например, умерший оставил завещание на квартиру, но у него еще существует другое имущество, которое он не завещал. Значит, открываются два вида по завещанию и по закону. Наследник может сам выбрать. Он может отказаться от наследования по завещанию и принять наследование по закону, то есть все остальное имущество. Или наоборот, он может отказаться от наследства по закону и принять только то, что ему завещано. Также он может как все принять, так и от всего отказаться.